Детское радио представляет Жители разных планет сейчас, как всегда, замерли около своих радиоприемников в ожидании межгалактического эфира. Через несколько секунд начнется трансляция с Земли. Известный всей планете Азира, ведущий Радикс и его помощник-корреспондент Брам расскажут об удивительных предметах и устройствах, которыми пользуются люди. Пробираясь в самые тайные уголки Земли, ежеминутно подвергаясь опасности на этой чужой планете, храбрые исследователи выяснят, как и из чего получаются нужные человеку вещи. А блистательная мудрица, знающая обо всем во Вселенной, украсит их репортаж своими бесценными дополнениями. Вместе они создадут невиданную энциклопедию интересных вещей. Три, два, один. Внимание. Идем на снижение посадка. Так, об этом мы говорили. Эта штука у нас на Азире уже используется. Брам, где вы были? Вы в курсе, что нам скоро в эфир выходить? А между прочим, мы так и не определились с темой сегодняшнего выпуска. Вот вы, Радикс, ворчите. А между тем, я тут такое обнаружил. Тут это где? Где-где? На планете Земля. Здесь, оказывается, делают искусственные камни. Да-да, я случайно забрел на какой-то завод. Вы не поверите, до чего здесь интересно, коллега? Хм, искусственные камни? А что, это идея? Оставайтесь там, осмотритесь как следует и будьте готовы выйти в эфир. До связи, Радикс. Ну-ка, любопытно. Подумать только. Оказывается, люди додумались делать искусственные камни очень давно. И как им в голову это пришло, а? Хотя, ясно. Все-таки эту идею они позаимствовали у птиц. Фантастика. Оказывается, некоторые пернатые на этой удивительной планете Земля строят свои домики при помощи глины и собственной слюны. И у них получаются такие вот прочные, почти каменные жилища. И люди взяли этот способ на вооружение, поработали над составом этой смеси и теперь сами делают камни любых форм и размеров. Что ж, нам, жителям планеты Азира, тоже, думаю, полезен будет опыт земных птичек. О, наши новые часы, говорят, пора начинать передачу. Энциклопедия. Энциклопедия интересных вещей Привет, друзья! В эфире снова я, Радикс, и наша программа «Энциклопедия интересных вещей». И, как обычно, мы готовы поразить вас рассказом об очередном невероятном изобретении жителей Земли. Сегодня разговор пойдет о камнях. Да-да, не удивляйтесь. Ни для кого из вас, думаю, не секрет, что очень сложно бывает придать камню нужную форму или, скажем, уменьшить его в размерах. Все-таки это материал невероятно прочный, и распилить его без применения усилий и специальных инструментов просто невозможно. А что вы скажете на то, что жители Земли могут сами создавать камни нужных форм и размеров? Впрочем, поподробнее об этом может рассказать наш научный консультант, ученый-землевед Мудриция. Попробуем выйти на связь с ней. Мудриция, добрый день, вы в эфире. Как уже? Ну, Радикс, вы же не предупредили меня, о чем пойдет сегодня речь. Я не готова. Простите, Мудриция. Дело в том, что тема сегодняшней передачи возникла спонтанно. Мы говорим об искусственных камнях. А, ну об этом я кое-что знаю. Действительно, и современные древние строения, созданные людьми, давно интересуют наших ученых-землеведов. Мы поняли, что возвести эти сооружения было бы невозможно без создания искусственных камней. То есть вы хотите сказать, что земляне умеют это давно? Очень давно, друзья. Причем способов делать такие камни много. Самый, пожалуй, простой – это слепить кирпич из глины и как следует обжечь его на огне. Но, как мы знаем, люди постоянно стремятся усовершенствовать свои изобретения. Так вышло и на этот раз. Например, жители Древнего Египта каким-то хитрым образом смешивали мелкие речные камни с илом и измельченной соломой. И, как ни странно, у них получались довольно крепкие, ровные глыбы, из которых они возводили различные постройки. В самом деле? Можно полюбоваться ими и сегодня в Египте. Я полагаю, они простоят еще столько же. Потом очень забавным строительным рецептом владели древние китайцы. Они использовали рис. Рис? То есть крупу, из которой люди кашу варят? Ну, то есть в Китае существует множество разнообразных блюд и напитков из риса. Также из него делают бумагу. В данном случае использовалась именно рисовая каша. Да-да, сильно разваренные зерна этого злака смешивали с мелом и тем, что получалось, склеивали крупные камни. Кстати, блоки, из которых построена знаменитая Великая Китайская Стена, скреплены именно этим составом. То есть это вот рисовая каша с мелом высыхая каменеет? Совершенно верно. Но, как я уже говорила, строительных рецептов множество. Я думаю, пришло время связаться с нашим специальным корреспондентом Брамом. Он как раз сейчас находится на каком-то странном заводе искусственных камней и, думаю, готов поделиться с нами и слушателями своими впечатлениями. Здравствуйте, друзья! Я на связи. Брам, вам удалось узнать название этого завода? Да, Радикс. Это завод ЖПИ. Расшифровывается как Железобетонное изделие. Бетон, между прочим, и есть современный искусственный камень. Вот оно что! Железобетонное изделие. А почему так шумно, Брам? Потому что этот завод огромен. Я сейчас выберу место потише. Это... Это просто целый город. Тут есть несколько гигантских цехов, различные сооружения, похожие на космические ракеты, а также горы песка и щебня. Щебень? А это что такое? Это мелкие камешки. Как я узнал здесь, чтобы получить бетон, нужно взять, первое, песок, второе, щебень. Эти мелкие камни. Затем потребуется цемент, вода и еще какие-то добавки, которые придают прочность. Цемент? Кажется, это серый порошок, который, если его развести водой, превращается в такое тесто. Да. А потом твердеет. Совершенно верно. Послушайте, Брам, а зачем в таком случае добавлять песок, камни, то есть щебень, если цемент сам по себе застывая, становится очень прочным? На самом деле не совсем прочным. Застывший цемент может потрескаться от перепадов температур, когда было жарко, а потом резко похолодало, например. Поэтому люди готовят другой состав, причем в строго определенном соотношении, примерно как тесто для торта. Нельзя, например, насыпать слишком много песка или, допустим, камней переложить. Здесь внимательно следят за соблюдением всех правил. Ведь если бетон получится некачественным, а его используют при строительстве, например, многоэтажного дома. Да, страшно представить себе, что может произойти. Здание рухнет, люди могут пострадать. Вот-вот. Бетон должен получиться очень крепким. По лабораторию, где следят за его качеством, я обязательно сегодня загляну. А пока мы на территории завода. Здесь машины привозят и сгружают все новые горы песка и прочего. Интересно, а где же этот самый цемент? Минутку, сейчас посмотрю. Ай-ши! Ай-ши! И так... И... Ай-ши! Я так... Ай-ши! И думал. В этих башнях на улице, похожих на перевернутые носом вниз с космической ракеты и содержится он. Цемент. Зря я, конечно, туда... Загля... Ай-ши! Заглянул. Ой. Там очень пыльно. Потому что сухой цемент это порошок. Эх... Простите, друзья. Я вынужден... Ой. Ненадолго прерваться. Необходимо избавиться от этой пыли. Ай-ши! Ой. Встретимся через несколько минут. До связи, Брам. Будем с нетерпением ждать следующего включения. Все-таки удивительно, друзья. Просто не могу представить себе, сколько же всего интересного на планете Земля. Энциклопедия интересных вещей. Продолжаем нашу программу, посвященную прочному строительному материалу бетону. Думаю, надо расспросить о нем мудрицию. Она все знает. Сейчас попытаюсь с ней связаться. Уважаемая мудриция, вы с нами? А? Что? Рассказ про амодцемент меня так увлек, что я задумалась. Как из какого-то порошка, можно сказать, из пыли и воды получаются прочнейшие вещи. Согласен. Надо же, чего только люди не выдумают. Знаете, Радикс, я подумала, на самом деле, если внимательно присмотреться к некоторым камням на планете Земля, можно обнаружить кое-что любопытное. Нашим ученым-землеведам доводилось видеть глыбы так называемых цементированных пород, созданных природой. Осколки разных камней намертво соединены между собой чем-то типа клея. Но в основе этого природные горные материалы, мел, известняк, все это очень похоже на бетон, который делают люди. Кстати, строители Древнего Рима вовсю использовали это. Римляне строили из бетона? Они изобрели свою прочную смесь. Сначала они склеивали ей кирпичи и обтесанные камни, а затем начали изготавливать блоки нужного размера и вида. И уже из них возводить прочные красивые здания. Колизей в городе Риме, мосты, триумфальные арки повсюду в Европе. Они довольно неплохо сохранились. Вообще, повторю, такие строительные материалы на земле используют очень давно. Самое древнее такое сооружение имеет возраст более пяти тысяч лет. Эта находка была сделана учеными на берегу реки Дунай. Но так широко использоваться бетон стал только в Древнем Риме. В этом огромном сильном государстве все было очень хорошо организовано. Да, мудрица, я вот смотрю картинки в земном интернете. Все эти древние сооружения такие огромные. Сколько же человек потребовалось, чтобы все это понастроить? Ужас просто. Причем в те времена все же делалось вручную. Никаких грузовиков и прочего не было. Притащить все эти обломки камней, песок насыпать, все это замесить и потом глыбу, которая получилась, как-то установить еще. Да, к счастью, в наши дни человеку очень помогают машины. Да-да, пора связаться с нашим специальным корреспондентом Брамом. Он нам подробно расскажет обо всех этих чудо-машинах. Просто представить себе не могу, сколько же нужно топлива, чтобы все это работало. К счастью, на земле достаточное количество природного газа и нефти для этого. Да, Газпром старается обеспечивать людей необходимым топливом. Кстати, эта компания еще кое-что делает. Не только энергии эти заводы обеспечивают. Оказывается, природный газ, который добывают из земли, содержит большое количество такого вещества, как сера. И люди долгое время не могли придумать, куда ее девать. А вот Газпром эту проблему решил. Оказывается, если в бетонную смесь добавить серу, получится серобетон. Он будет гораздо прочнее обычного, сможет выдерживать резкие перепады температур, будет быстро твердеть даже на морозе, а кроме того, его можно перерабатывать и использовать еще раз. А еще есть сероасфальт. Он гораздо прочнее обычного. Кажется, к нам в эфир прорывается брам. Здравствуйте еще раз, друзья. С вами все в порядке. Что нового на заводе бетонных изделий, Брам? Извините, немного замерз. Пытался смыть с себя цементную пыль. Ничего не получился. Все равно я весь в этом порошке. К тому же теперь весь мокрый. Но ничего, продолжим. Только что большущий самосвал повез в цех щебень. Сейчас движется полный грузовик песка. Почему же так холодно? Посмотрим, что же будут со всем этим делать. честно говоря, странно. Песок лежал под открытым небом. Наверное, он мокрый, как я. Неужели это не важно? И бетон все равно хороший выйдет. Зайду в цех. Какое счастье. Как тепло, друзья. Все ясно. Здесь, оказывается, есть сушилка для песка и щебня. Ну да. Ведь если все мокрое будет, непонятно, сколько еще нужно добавить воды для правильного замеса будущего бетона. Да, как же здесь тепло. Сейчас я даже здесь немного обсох. Ага, вот я вижу датчики. Они показывают, достаточно ли высох песок. Что случилось, Брам? Как-то трудно мне идти становится. Моя нижняя конечность каменеет. Ой, я становлюсь статуей. Брам, что с вами? Не знаю. Брам? Кажется, я понял. Я же был весь в мокром цементе. И теперь здесь, в тепле, эта смесь застывает. Ну, ладно, как-нибудь попробую понять, куда дальше попадает весь этот песок и щебень. Так. Дальше все это устремляется на огромные весы, которые при помощи компьютера отмеряют нужное количество... О, Брам? Честно говоря, кажется, совершенно окаменел. Может, вернетесь на космолет? Я не могу принять позу, необходимую для телепортации. Вообще ничего не могу. Только передвигаться маленькими шажочками. Хотя, может, это и неплохо. Так, в виде каменной глыбы, я тут на бетонном заводе совершенно незаметен для людей. Попробую продолжить свой репортаж. Итак, видите, насколько важно оказывается высушить песок и щебень? Ведь когда они мокрые, то и весят гораздо больше. Значит, компьютер неправильно рассчитает соотношения. А бетон ведь, как я уже говорил, готовит строго по рецепту. Ну, вот здесь вроде все ясно. Дальше песок, цемент, щебень смешивают и к ним добавляют воду. Сейчас я расскажу вам, как это происходит. Брам, дружище, попробуйте все-таки как-нибудь телепортироваться. Ну, уж с водой-то все вроде ясно. Из крана ее наливают наверняка, как повсюду на земле. Как бы не так, Радикс, никакой водопроводной воды на заводе. Что бы! Она для изготовления бетона должна быть чистейшая. Вот как раз подъехала машина с огромным баком воды, похожим на гигантскую колбасу. Там как раз вода. Так, подвинусь поближе. Что это там гремит, Брам? Это я иду. Может, мне удастся как-нибудь этой водой растворить свой панцирь. Друг мой, боюсь, что вода вам уже не поможет. Знаете, я, пожалуй, телепортируюсь к вам на завод. Думаю, вместе мы разберемся, как вас спасти. Друзья, не переключайтесь. Наша передача продолжается. А я пока передаю свою роль ведущего нашему научному консультанту уважаемой мудрице. Энциклопедия интересных вещей. Искусственные камни это так увлекательно. Не зря люди производят такое количество бетона. Он нужен для строительства домов, дорог, мостов. Должна сказать, что бетон интересен не только своей прочностью. Например, он прекрасно отражает солнечный свет. А это означает, что там, где много бетонных сооружений, чуть-чуть прохладный. Кажется, Радикс уже на месте. На заводе железобетонных изделий. Не понимаю, что-то со связью. Похоже, я слышу. Алло! Как там, Брам? Что? Радикс позабавил мой вид. Коллега, успокойтесь, мы в эфире. Да-да! Простите. Я слышал, есть такое произведение знаменитого на земле поэта Пушкина. Каменный гость. Брам, вы очень похожи. Просто очень. В самом деле, я тоже слышала, что... Не смешно, друзья. Извините, Брам. Так на чем вы остановились в нашей программе, мудрица? Вы про какой-то железобетон рассказывали? Ну да. Этот высокопрочный материал, без которого совершенно невозможно было бы возведение современных больших домов, появился, не поверите, благодаря цветочному горшку. Было это лет 150 назад в Париже. Один французский цветовод придумывал новые виды горшков, потому что корни растений вырастая, постоянно разрушали их, и растения приходилось постоянно пересаживать. Тогда находчивый садовник решил посадить цветочек в корзину из прочной железной сетки, а сверху покрыть конструкцию цементом. Вот, получилось же что-то наподобие железобетона. Кстати, садовник после этого совершенно забросил свои цветы и занялся усовершенствованием своего изобретения. Стало быть, железобетон? Это бетон, внутри которого металлические стержни? Ну да. Бетон, а внутри стержень. Ну вот, как вы. Извините, Брам. Итак, мы с Брамом продолжаем экскурсию по заводу железобетонных изделий. Хорошо, что здесь очень темно. Мы почти незаметны. Вы так топаете, Брам, что... Ладно. Так, тут на самом деле все ясно. По конвейерам песок, щебень, цемент поступают в вертящийся барабан, как в стиральной машине. Это бетономешалка. Туда же и вода льется. Так что завод выпускает бетон маленькими порциями. Ровно столько, сколько нужно для конкретной стройки. А в других цехах этого завода из бетона отливают готовые стены, потолки, лестницы. Это получается, что из таких частей можно построить дом как из конструктора. Абсолютно верно. Эти детальки называются панели, а дома из них панельными. Все понятно. Тогда здесь больше ничего интересного нет. Радикс, дружище, мне очень бы хотелось посетить лабораторию. Зачем? Что там делать? Надо же разобраться. Не может быть, чтобы никак нельзя было разрушить этот материал. Или я что, всю жизнь теперь в панцире буду ходить? А что? Суперпрочный, морозоустойчивый, скафандр Браво. Можете оформить идею на свое имя, дружище. Ну все, все, не плачьте. Где тут ваша лаборатория? Друзья мои, я все выяснила. Она не на заводе. Это непременно всегда отдельная независимая лаборатория, чтобы все по-честному было. Не может завод проверять сам себя. Радикс, вы хотите попытаться телепортироваться вместе с Брамом? Конечно, я не могу оставить друга одного. Попробуем. Энциклопедия интересных вещей. Друзья, у микрофона Радикс. Мы с моим коллегой корреспондентом Брамом в лаборатории, где проверяют качество бетона. Надо понять, где тут производится заливка кубиков. Чего? Какие кубики, коллега? Вы о чем? Хотите поиграть? Сейчас вы сами все поймете. Заливка кубиков, заливка кубиков. Вот! Да не кричите вы так! Вот видите, Радикс, железные формочки. Их чем-то смазывают и внутрь наливают жидкий бетон. А, вот. Потом смесь должна быть проштыкована минимум двадцать пять раз. Что прошты? Это называется штыкование. Смотрите, человек железной палкой в формочке тычет. Палка это штык. Вот тычет, тычет. Красивый кубик. Ровненький, наверное, получится. О, бумажки какие-то прилепил. Там дата и время написано. Дальше это убирается в специальный шкаф, где пару дней смесь застывает. Так, я смотрю, оттуда какие-то кубики достали. Их в специальный термос потом засунут. А вот из термоса достали готовый образец. Внимание, Радикс, его отправляют под пресс. Чтобы понять, получится ли его раздавить. Да, да, это мой шанс. Радикс, Брам, я волнуюсь, что там у вас происходит. Все в порядке, мудреца. Мы в лаборатории, где бетон испытывают на прочность. Сейчас вот пытаются раздавить кубик какой-то специальной машиной. Брам, а что это за цифры там на экране компьютера? Там показано, насколько сильно давит пресс. Нет, ужас. Судя по этим цифрам, этот кубик выдержит вес небоскреба. Фантастика. Люди могут быть совершенно спокойны. Все-таки удивительно крепкие дома они строить научились. А что же мне делать? Радикс? В смысле, где нам взять пресс, чтобы раздавить ваш панцирь? Если все-таки он треснет, то от меня останется мокрое место. Лучше уж я в нем, внутри останусь. Не отчаивайтесь, друзья. Безусловно, бетон, а уж тем более железо-бетон, материалы чрезвычайно прочные, и земляне действительно могут чувствовать себя спокойно в своих красивых крепких домах. Но ведь ваш-то панцирь не из бетона. Помните, Радикс, вы спрашивали, почему просто не используют для прочных построек только цемент? Да, верно. А вы, Брам, сказали, что цемент не такой прочный, а наоборот очень ломкий. И погодите-ка. Я думаю, его можно расколоть. Что? Мудриция, вы гений. Друзья, вот наш замечательный научный консультант землевед Мудриция доказала, что ученые Азиры тоже очень-очень изобретательны. Почти как люди. Брам, попробуйте попрыгать на месте. Ох, не получается. Так, повыше, повыше, ну же. Не получается оторваться от пола. Я только сильно стукаюсь изнутри о панцирь. Так, ладно. Надо идти на крышу лаборатории. Зачем? Попробуйте прыгнуть вниз. Как с вышки. Это же совсем не страшно. Да? Мне что-то не по себе. Но, я думаю, все будет отлично. Три, четыре. Радикс, Брам, подождите. Ура! Панцирь раскололся! Поздравляю! Браун! Уважаемые слушатели, программу пора заканчивать. Ждите новых репортажей с земли. С вами были Радикс, Браун и я, Мудрития. До встречи! До встречи!